Шары в этот вечер расходились как горячие пирожки. Всего 16 тысяч поделили жители Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска. До установки рекорда России остаются считанные часы. Телемост между тремя городами налажен. На главной площади в воздухе витает чувство гордости за Кузбасс. Несмотря на непогоду, многие кемеровчане пришли на площадь Советов только ради того, чтобы запустить в небо свой воздушный свет памяти. Это очень здорово, я вообще пришел только ради этого, потому что на улице холодно, я бы в жизни сюда не вышел, но ради этого я сюда и пришел. Два месяца телеканал «Мой город» готовился к этому событию. В трех городах Кузбасса, Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске неравнодушные люди исполняли мечты ветеранов. Подарки дарили все, и сотрудники предприятий, и обычные люди, отличилась и молодежь. Для 558 ветеранов войны и тружеников тыла мечты стали реальностью. В акции приняли участие более 100 предприятий, организаций и полторы тысячи кузбассовцев. По итогам акции была написана книга. На ее страницах историю людей, которые все еще с нами, и которые каждый день уходят. И после всего сделанного Кузбасс действительно достоин звания рекордсмена. Дорогие друзья, уважаемые земляки, этого рекорда не могло бы быть по определению, если бы 9 мая 1945 года наш народ не покончил со самой страшной, самой жестокой войной, которая проходила на земле. Поэтому огромное спасибо нашим ветеранам, огромное спасибо труженикам тыла, огромное спасибо вам, дорогие акимировчане и кузбассовцы, за этот праздник. Всего доброго! За несколько минут до запуска свободных шаров не осталось. Слова благодарности ветеранам за наше счастливое настоящее доносились буквально отовсюду. Не так много осталось ветеранов, и я думаю, что им не так много и надо. Им главное это уважение, главное это память о том, что происходило. Потому что историю переписывают кто как хочет, а на самом деле победила Россия. Это Советский Союз победил фашистскую Германию, страшного и ужасного врага. Если бы это не произошло, судьба планеты могла бы измениться. Но надо понимать, что через 10-15 лет людей, участников этих событий, уже не останется. А какую часть в учебниках истории эта война займет, зависит от нас. Представитель книги рекордов России Алексей Свистунов, несмотря на предложение уехать в Египет на фиксирование мирового рекорда по погружению в акваланги, услышав о рекорде, который мечтает установить в Кузбасс, вдохновился. Ведь его решение – это тоже часть великой истории. Ну, я могу сказать смело и честно, есть рекорд. Телеканал «Мой город» и весь Кузбасс никогда не остановятся на достигнутом. Мы привыкли быть первыми. Далее в планах побить рекорд Европы. Но в погоне за рекордами стоит не забывать, ради чего все это сделано. Телеканал «Мой город» не просто сегодня запустил 16 тысяч шаров. Сначала два месяца мы поздравляли ветеранов. Мы поздравили почти 600 ветеранов. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск. Все они писали свою мечту. Мы дарили спасибо большое и депутатам Государственной Думы, и бизнесменам, простым горожанам, которые присоединились к нашей акции. И вот долгожданный момент. Метроном отчитывает последние секунды. Вместе со всеми кузбассовцами телеканал «Мой город» запускает и свой воздушный шар в честь памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Ура! Дмитрий Новиков, Алексей Зайцев. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова